МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Попробуй-купи. Сегодня мы отправляемся за натуральными, природными напитками, которые пользуются заслуженной любовью и популярностью практически у всех людей. Соками. Пойдем посмотрим, что есть на полках наших супермаркетов. Вот я смотрю, какие-то красивые соки. Давайте посмотрим, что это. Нектар написан из черной смородины. Пол-литра стоит 789 рублей. Ребята, ну это вообще цена, конечно, какая-то сумасшедшая. Кто его производит? Написано, что это Швейцария. Вот какой-то есть сок стопроцентного прямого отжима. Один литр 3095 рублей. Давайте посмотрим. Наверное, надо аккуратно такую баночку убрать. Написано, что это Париж. Франция производит соков. У нас, конечно, очень много. Соки в стеклянных бутылках вообще пользуются большой популярностью. И считается, конечно, таким, знаете, как бы хорошим, качественным продуктом. Вот гранатовый сок тоже какой-то интересный. Кстати, стоит 1 литр 163 рубля. Написано, Московская область, город Краснозаводск. Вот какие-то очень красивые морковно-апельсиновый сок. Я вот вообще люблю соки с морковью. Мне кажется, что они вообще очень должны быть вкусные. 750 миллиграмм, еще меньше 173 рубля. Это у нас Беларусь, город Минск. Вот я смотрю, что есть сок березовый. Напиток березовый стоимость 107 рублей. Давайте посмотрим, кто его изготавливает. О, Приморский край. Наш напиток, наш сок березовый. Какая прелесть. Здесь 2 литра сока такого же стоит 188 рублей. Березовый сок вообще очень ценится. Из него готовят квас, сироп, используют в косметических целях, а также это средство для улучшения обмена веществ. Пойдем спросим у наших покупателей, какие они соки предпочитают и как они относятся к березовому соку. Пойдем. Мы делаем программу про березовый сок. Как относитесь к этому, так сказать, продукту? Никак. В детстве не пили. Почему? Раньше он был в трехлитровых банках, а сейчас не попадался уже очень давно. Везде есть, сейчас еще и сезон идет сбора. Взять внимание просто не обращали. Обратим теперь спасибо. Как вы берете сок домой? На что обращаете внимание? Я не беру даже детям. Почему? Они пьют воду. А как относитесь к березовому соку? Очень хорошо. Ну, это сок детства. Воспоминания с детства. Покупаете его сейчас? Или собираете, может быть, на даче? Я сейчас покупала такого вкусного, вот как в детстве, я ничего не нашла. Поэтому мы собираем его сами, добавляем туда сахар и лимонку. Мы делаем программу про сок. Как выбираете себе продукт этот домой? На что обращаете внимание при покупке? На натуральность продукта, в первую очередь. Соки не пьем вообще. Только воду. Не пьет? Ну, второй человек сегодня говорит, что соки не пьет. Почему? Расскажите нам. Потому что слишком многие химии, на всякое, разбираться в этом. Как относитесь к березовому соку? Положительный, если он натуральный. Как определяете, натуральный, ненатуральный? Покупаю у бабушек вдоль дороги натуральный. Чтобы разобраться с соками, я пригласила известного в Приморье врача-диетолога Татьяну Юрьевну Гарспан. Татьяна Юрьевна, расскажите нам, пожалуйста, соков огромное количество. На что обратить внимание при выборе соков? Именно в стеклянных бутылках, банках, на что обратить внимание при покупке? В первую очередь, если вы хотите купить сок, на упаковке должно быть написано слово «сок». Вы посмотрите, когда морковный нектар, содержание сока в нем процентное, очень низкое. Звучит очень красиво, да? Или вот гранатовый нектар, содержание сока очень низкое. Хотя написано «100% качество», может быть, это ни к чему не обязывает. Мы нашли здесь наш приморский натуральный продукт, это березовый сок. Расскажите, пожалуйста, что ценного содержится в этом соке нектаре? Это сок, торговое название сок березовый, но по большому счету, конечно, это не сок. Это та жидкость трофическая, питательная, которая протекает в стволе, в данном случае берез. Чем он хорош? Конечно, он хорош, когда он свежесобранный, безусловно. Хотя срок хранения сока 2 года, но чем раньше вы его выпьете от момента сбора, тем лучше. И второй момент, очень немаловажно, это количество сахара. Лучше, когда он свежесобран и без сахара. Но, к сожалению, в магазинах вряд ли удастся найти такой сок, потому что сахар выступает в качестве консерванта в данном случае, иначе мы просто не могли сохранить этот березовый сок. Поэтому в данном случае 6 грамм сахара, здесь 6 грамм углеводов на 100 мл продукта здесь есть. А что же все-таки, я не знаю, ценного, так сказать, в продукте в самом? Вот почему его повально собирают, вот апрель, май все дачники пьют, я не знаю, там что это? Вот то, что пьют дачники, если они не добавляют сахар, это, пожалуй, высшее качество, да, которое можно только придумать в березовом соке. Это источник витаминов, это источник органических кислот, это источник эфирных масел. Действительно, масса полезных компонентов, правда, концентрация очень маленькая в соке. Поэтому, конечно, свежесобранный березовый сок – это очень качественный продукт, только не портите его сахаром. Можно заморозить, кстати, его, замораживать такие березовые кубики, и потом либо растаивать, либо добавлять какие-то, может быть, коктейли, а можно даже лицо протирать. В косметических целях? Да, замечательно. Считается, что березовый сок – хорошее мочегонное средство, его сравнивают даже с арбузом, так ли это? Действительно, есть мочегонный эффект, я бы, наверное, не стала сравнивать с арбузом, дело все в дозе, наверное. Если вы много выпьете в целом жидкости, за счет высокого содержания органических кислот, будет мочегонный эффект, действительно, да. Березовый сок мы в магазине посмотрели, а теперь отправляемся в лес собирать этот чудо-напиток природы. Готовьте тару! Чтобы правильно собрать сок, я пригласила Владимира. Ты, в принципе, такой молодой человек, но уже умеешь собирать сок. Вот откуда эти знания у тебя? Ну, я жил просто в такой местности, где очень много леса, и меня этому научил дед. И каждый год вы ходили сок собирать? Да, 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 где-то до 10 лет каждый год я с ним ходил. Какая прелесть. Ну, это вообще сложно? Да нет, ничего сложного. Пойдем покажешь. Давайте, конечно. Пойдем. Володя, я смотрю, что ты с собой взял какие-то принадлежности. Что, кстати, нужно для того, чтобы собрать березовый сок? Расскажи нам, пожалуйста. Ну, для того, чтобы его собрать, обязательно нужна банка. Тара нужна во что-то. Я сегодня сделал несколько видов приспособлений. Первый – я взял алюминиевую трубку и одел на нее вот такого плана. Даже не знаю, как назвать. Шланг? Да, что-то вроде шланга. Это термоусадочная лента, которую я нагрел, чтобы она не соскакивала удобно, стояла в дереве. Плюс я немножечко ее нагнул. И второй способ, который мы будем сегодня пробовать, это просто трубка. Продается в любом сантехническом магазине. Больше ничего, кроме нее, нам не понадобится. Сбор березового сока длится всего лишь 15-20 дней в году. В это время в нем содержится вся оживительная сила дерева, накопленная за долгую зиму. Мощные корни возвращают наземной части полезные вещества из кладовой природы. Чем больше дерева, тем большее количество сока требуется для его пробуждения. Наши предки не понаслышке знали об уникальных свойствах березы. В ней полезно все, от нераскрывшихся почек, молодых листьев до сока. Это кладезь витаминов, минеральных элементов, биологически активных веществ, помогающих организму сопротивляться простудным и инфекционным заболеваниям. Ну все, вот мы проделали достаточное углубление в деревья. Сейчас будем собирать березовый сок. Ну, для более интенсивного забора сока рекомендуется делать три таких углубления. Но так как мы делаем это просто для того, чтобы показать. Одного достаточно будет. Володя, скажи, пожалуйста, за какое время наберется наша банка трехлитровая? Ну, я думаю, где-то в районе двух часов. За два часа, в принципе, будет полная трехлитровая банка. Самое главное, как потом полечить дерево, потому что вот это отверстие осталось. Вот что с ним делать? Ну, мы затрем его глиной и мхом, и оно сразу затянется, и дерево не будет наноситься какой-то вред. У нас потихоньку идет процесс, мы немножко подождем, чтобы вам показать березовый сок. Ну и попробовать, скажем так. Сегодня мы с вами вновь доказали, что разумно экономить можно. Наш приморский продукт оказался дешевле импортного. Пейте березовый сок и не забывайте свои корни. С вами была программа «Попробуй купи». До новых интересных и полезных встреч. До свидания. Ну, а сейчас нам надо залечить дерево. Давай, Володя. Для этого мы возьмем немного глины и замажем в наше отверстие. Залечить обязательно, помните об этом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова